Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Реана Затарусского. На начало Нового Года и о мучениках, а также о кровоточивой жене. Том 8 глава книга 2. Непрерывное и постоянное чудо. Этот обильный поток благ, изливаемый от нас, на нас от Христа Владыки. Это богатое наследие, преемственно передаваемое от одного к другому. Вот и сегодня нас угощают добропобедные мученики, предлагая свои собственные подвиги для общего радостного пиршества. Нужно было, в самом деле, нужно было, чтобы всегда богатеющие благодатью мученики и при начале года явились для верных источникам угощения. Нужно было, чтобы Новый Год начинался торжеством. Нужно было, чтобы в преддверии нового круговорота времен мы слышали столько благословений. Нужно было, чтобы мы столь торжественно справляли сегодняшний день при участии ликов святых. Нужно было, чтобы годичный круг украшался венцом мучеников. Нужно было, чтобы при наступлении года у нас было столько веселья и именно в честь мучеников. Они, эти мужественные воины Христовы, виновники всей этой нашей радости. Они и после смерти своей проповедуют об его могуществе. Они попрали обольстителя змея ногами добродетели. Задушили руками боголюбие насильника льва и доставили победу истине. Они возненавидели настоящую жизнь, как суетную, и возлюбили царство небесное, как дети мать. Смертью своей отверзли они врата бессмертия, и виновника смерти умертвили собственную смертью. Будучи обличены телом, они победили бестелесных демонов, не силою тела, но верою души. Все в мире припобедили они верою, дороже которой для христианина нет ничего. При содействии веры запечатлели они свои слова делом. Велики поистине их подвиги ради правды. Блестящий их добродетель целомудрия, многоценное их нищелюбие, прекрасен и подвиг воздержания. Но более всего своей победою они обязаны своей великой вере. Некогда вера Авраама, совершенно бесплодной утроби сариной, возвратила плодородие. Веру Моисея волнующееся море сделал пешеходным. Илья повелел небу, и по вере своей был услышан. Тысячи болезней изгоняла вера во времена спасителя. Прокаженный верой избавился от своего страшного недуга. Слепой ей уже получил себе зрение, которое лишен был природою. При ее содействии хананьянка своей настойчивостью исторгла свою дочь из-под власти демона. Даже и оставаясь тайной, вера иссушила поток кровей. И тогда, как в других случаях, дарованию предшествует просьба. Здесь все произошло при обоюдном молчании, как будто дар был похищен. О, несчастная и вместе блаженная женщина! Несчастная по своему прежнему состоянию, блаженная по последующему. Вот как рассказывает об этом Евангелие. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет. Евангелие от Луки, 8 глава, 40, 30 стих. Если бы дней столько, сколько лет продолжался ее недуг. И тогда он мог совсем истощить ее. А здесь целых 12 лет. Я думаю, болезнь коренилась в ее природе. Она же, потратившись все свое имение на врачей, телесной немощи присовокупила и оскудение имущественное. Но ничто не помогло ей. Еще бы помогло. Ведь противник ее был неумолим. Чрево женщины было источником из нее, как бил какой-то неистекаемый ключ крови. И не столько продолжительный период времени одно зловоние могло бы извести человека. Ее сердце терзали скорби и забота, как расторгнуть узы тяжкого недуга. Как избыть 12-летнюю болезнь, как утишить несносные боли, как удержать неудержимые потоки, как прекратить расстройство организма. У каких только врачей не пребывала она, по ночам оббивая у них пороги. Дневного света она избегала, чтобы неудержимо стремящиеся потоки крови не обнаружили пред всеми ее позора от всех скрываемого. На уплату тем, кто брался за ее лечение, она истратила все свое имение, все, что у нее было. Она вынуждена была давать и давать. А желание быть здоровой, конечно, заставляло ее не щадить денег. Но все врачи в борьбе с ее недугом оказались бессильными. Самые разнообразные приемы лекарств не могли укротить ее злого недуга. Точно какой глухой зверь, он остался бесчувственным к искусству тех, которые пытались укротить его, как бы так возражая на их бесполезные усилия. Он говорит, что вы боретесь против сильнейшего зверя. Я вовсе не расположен уступить вам эту свою добычу, в теле которой я так давно и так прочно угнездился. Деньгами никто не купит силы, никто из живущих на земле не посечет моих корней. Один только врач, рожденный от Девы, изгонит меня, и я сохранюсь для его славы, но вместе с другими и я явлюсь свидетелем его славы. Итак, что источаетесь в напрасных трудах, вы, рабы, усиливающиеся, предвосхитить победу владыки. Я не пощажу создания, пока не увижу создателя. О, все против несчастной женщины. Продолжительность времени, неисценность недуга, бесполезные траты, скорби угнетаемого тела, рассудок, помутившийся от обманутых надежд. Но и такое множество врагов не похитило оружие, подвергшееся опасности веры. И такие волны бедствий не причинили женщине кораблекрушения, и такие нападки искушений не изложили подвергающуюся им женщину. Увидела она, говорит, Евангелие Иисуса, увидела избавляемое избавителя, связанное освободителя, увидела обуреваемый якорь вселенной, увидела грядущего царя страстей, увидела надежду неизъяснимой радости, увидела носителя неистощимой силы врачевания, увидела источник исцелений, безмездные спускающие волны, увидела жизнь, посетившую мертвых, увидела, и такая мысль синила ее, нашла я теперь исцелителя, какой мне и был нужен. Этот врач не потребует за труды золота, одного, я думаю, потребует он, искреннего сердца, одной дань не потребует от меня веры, но ее я имею, одной ее не лишила меня болезнь, вот только путаются у меня мысли, что мне предпринять, подбежать и ухватиться за него, подвергнусь опасности от толпы, звать его к себе, буду преследовать как нечистую, скрыть несчастье, но я не в силах больше переносить болезнь, подойти к нему как к врачу природы, но боюсь его как царя, он примет меня как просительницу, но боюсь, что удалится как от оскверненной, будет милости к страданию, но не осудил бы за пренебрежение к нему, и так, что же делать, на чем остановиться, вооружиться смелостью, боюсь, как бы опять не остаться без исцеления, не устрашусь толпы, пренебрегу страхом, сделаюсь предметом зрелища, подвергнусь насмешкам снаружи, зато исцелюсь от внутреннего недуга, закон ненавидит меня как оскверненную, законодатель жалеет как больную, усердие и нерешимость женщины боролись в ее душе, но она нашла себе помощницу в вере, и подойдя, рассказывается в Евангелии, сзади Иисуса коснулась края одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею, о воровство, имеющее матерью веры, о воровство, которое похвалил сам наказующее воровство, о воровство, приятное для обкраденного, о хищение, увенчиваемое судьею, и вот что удивительно, ее воровство побуждает нас удивляться ей не менее, чем мы удивляемся щедрости, ибо она говорила сама в себе, бог говорит она и есть владыка, от которого ничто не утаится, он не нуждается в телесных очах, он врач исцеляющей души, он око проникающее мысли, он видит меня, хотя я и скрывалась, слышит меня и без слов, касается меня и издали, он знает, что конечно я как недостойная не перенесла бы его взора, и так что же, подойду незаметно и в одно и то же время почитая мыслью, но не оскорбляя своим видом коснусь сзади его одежды, для моего исцеления достаточно будет и одного прикосновения к его одежде, если только удастся коснуться ее, потому что конечно и она исполнена его силой, не может ведь одежда облекающая жизнь, не испуская сама лучей спасительных, велик был между пророками Мессей исправитель беспокойного народа, но все таки человек, а этот владыка того и при том человека любит, и так если жезл раба рассек красное море, воздвившись стены из воды, неужели край владычной одежды не окаменит тока кровей, ревностный Илья, горячий слуга Божий, подобострастный нам был человек, но его милость была орудием чудес, точно так же и Елисей, при избытке унаследовавшей благодать своего наставника, милотью обуздал волны Иордана, и так если столько благодати было у пророков, каково должно быть могущество того, кто был ими предсказан, отчего не сказать короче, тень Петра исцеляет, а одежда Христа не исцелит, я уже чувствую насколько во мне и простая решимость обуздала болезнь, о вера побеждающая приступы болезни, поверила она только и злой недуг бежал, поверила и любопрительный зверь ничего не мог возразить, поверила и пристал непрерывный поток кровей, как бы иссушенный каким-нибудь невидимым пламенем, она прикоснулась к его одежде и приблизилась к нему совне, а он проник и внутренние ее мысли, она незаметно получила телесное исцеление, а спаситель пред всеми раскрыл ее душевную красоту, он не допустил, чтобы такая красота, благочестие осталось неувенчанной, не позволил, чтобы искра правды потухла во мраке забвения, евангельский рассказ возвестил всему миру о вере женщины, прекрасно совершивший доброе хищение у Бога непреклонным разумом. Кто та, которая за воровство почитается как бы за веру? Предупредила разбойника вера жены, прежде его уст восхваляется ее рука, прежде чем он своим возгласом восхитил рай, она своим молчанием ограбила главу царства. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, Марка 5, 30, и спросил учеников, кто прикоснулся ко мне? Как вы не заметили воровства, как не усмотрели грабежа? Кто прикоснулся ко мне? Кто в болезни из моей сокровищницы обогатился здоровьем? Кто прикоснулся ко мне? Что говоришь ты, владыка? Ты дал и принявший не знаешь? Увидел веру, а уверовавшую не заметил? Оценил тайное настроение души, а явной видимости не различил? Кто прикоснулся ко мне? Кто к тебе прикоснулся? Кому лекарством ты даровал силу? Кому владыка исцеления? Ты прогнал болезнь и не знаешь исцеленной? Кто прикоснулся ко мне? Кто осязал меня мыслью прежде, чем рукою? Кто постиг мое божество? Кто этот праведный грабитель моей силы? Кто зажег от моей лампады потуши светильник своего спасения? Кто прикоснулся ко мне? я хочу не столько узнать от вас сколько научить вас здесь мне хотелось бы заключить свое слово да и пора уже а на то чтобы из этого чуда извлечь надлежащее назидание мы посвятим другой день ведь если эта женщина в течение 12 лет одолеваемая своим недугом не поколебалась в своем терпении то неужели мы не захотим уступить столь продолжительным подвигам еще один день ее вере поревновал лик мучеников уже не касаясь края одежды господней но овладевая самим телом христовым и мы конечно возлюбленные будем наши мысли к соревнованию с такой верой чтобы не оказаться нам хуже одной женщины если нам и дел веры дано более чем ей ей только однажды удалось прикоснуться к одежде христовой а мы каждый день как вам известно обнимаем тело спасителя и питаемся членами владыки как только приступаем к евхаристии ему подобает слава во веки веков аминь аминь им аминь м аминь аминь Продолжение следует...